Значит, мы готовим тарт фламбе. Мы берем слоеное тесто, я обычно беру уже готовое тесто, и раскатываем тесто как можно тоньше. Вот можно сказать, прям вот, папирусную бумагу. Потом берем кружок и вырезаем вот такие кружки. Готовое тесто выкладываем в тарталетку. Потом на дно тарталетки нужно будет положить немного ветчины. Что мы делаем дальше? Берем помидор, разрезаем на четыре части. И для того, чтобы начинка не была мокрая, я обычно вырезаю мякоть. Вот таким образом, смотрите. Удаляю ее. И использую только вот эту кожицу. Тогда тесто пропечется. И вы тарталетку спокойно можете взять в руки и быстренько ее съесть. Теперь берем кинзу. Нарезаем ее достаточно мелко. И сейчас я приготовлю основу из сливок и яйца. Берем четыре яйца и 200 граммов жирных сливок. Я обычно использую 22-33% сливки. Венчиком перемешиваем, чтобы соединились белки с желтками. Яйца нужно будет обязательно посолить, добавить перец. Только свежемолотый. Никакой пудры вот этой, которой мы привыкли солить, все. Только свежемолотый, все. Ну а мы продолжаем экспериментировать. Я все-таки рекомендую сюда добавить немного мускатного ореха. Как раз та специя, которая придаст нужный нам вкус и аромат. Итак, добавил кинзу. И потом сверху все это заливаю сливочной смесью. Смотрите, вот так. Сейчас я сделаю еще несколько тарталеток и отправлю их в духовку выпекаться при температуре 200 градусов 10-15 минут. Но прежде чем мы приготовим фламбе, я хотел бы еще раз напомнить, что это такое. Да, пожалуйста, для особо одаренных. Смотрите, Руслан, если говорить о немецкой кухне, фламбе, флам – это огонь, кухон – это выпечка, то есть выпекается. И выпекается он обычно на открытом огне. Мы выпекали в духовке, значит, немножко мы упростили. А фламбе, если говорить по-французски, то там нужно будет выпаривать алкоголь, и потом его нужно будет поджигать. Для того, чтобы спирт весь улетучился, остался только аромат. Поэтому я предлагаю поставить сковородку на огонь, вылить сюда алкоголь, любой, который вы пожелаете. И потом все это поджигаем. Не ожидал. Вот это называется фламбе. И теперь по чуть-чуть выливаем тарталетки. Фламбе.